Конституционный суд решает судьбу проведённого 20 октября конституционного референдума. До начала рассмотрения вопроса по существу, судьи КС обсудили ходатайство представителей партии коммунистов об их участии в заседании. ПКРМ также представила материалы о нарушениях в ходе проведения плебисцита и в период предвыборной кампании. Коммунисты запросили аннулировать результаты голосования за рубежом или, по крайней мере, провести пересчёт бюллетеней. Есть наша контестация. Мы, как участники избирательного процесса, которые подали контестацию на результаты выборов в связи с множественными нарушениями, являемся заинтересованной стороной в отношении признаний результатов референдума. Председатель Конституционного суда Домника Маноли потребовала от Дианы Караман говорить на государственном языке. Во-первых, процедура перед Конституционным судом ведётся на государственном языке. Прошу вас соблюдать требования закона и Конституции. После этого Маноли сказала, что для того, чтобы принять участие в заседании, представители ПКРМ, подавшие 29 октября запрос в Конституционный суд о рассмотрении нарушений, должны были на следующий день направить в КС электронное письмо с окончательными решениями судебных инстанций, необходимыми для поддержки обращения о пересчёте голосов. Представители парламента, правительство и ЦИК высказались против участия коммунистов в заседании. Затем судьи удалились на совещание по этому вопросу, а ПКРМ высказали своё недовольство по поводу действий КС. Впервые за всю историю Республики Молдова и признание результатов, те, кто подали контестацию, в том числе в Конституционный суд, возникает вопрос их участия. Это впервые. Нет такой процедуры, нет такого требования в законах, на которые ссылаются. Потому что в случае, если мы подали контестацию, мы являемся заинтересованной стороной, для того, чтобы наши вопросы были рассмотрены. Конституционный суд спешит. Спешит, потому что хочет до второго тура признать результаты, для того, чтобы аргумент у власти был на втором туре. Они не ожидали, что на этом заседании будет Воронин, ни представители Центральной избирательной комиссии, ни судей Конституционного суда. Это их насторожило, и они пошли посоветоваться, что делать дальше. Но мы – авторы. Я подписал все документы, касающиеся антиреферендума. Все запросы я подписал. В итоге судьи КС отклонили ходатайство коммунистов об участии в процессе, но объявили, что примут решение по предложению о пересчете голосов на референдуме в контексте рассмотрения вопроса о признании результатов. Отметим, 25 октября Центр избирком объявил Конституционный референдум состоявшимся. За ответ «да» в общей сложности проголосовали 50,7% избирателей. Однако на территории Молдовы большинство граждан ответили «нет». Таковы результаты голосования в 24 районах страны из 32. Таким образом, разница между ответами составила всего 0,72%. Ряд политиков, участников референдума и кандидатов на выборах президента потребовали аннулирования объявленных результатов плебисцита, указывая на нарушение процесса голосования на избирательных участках за границей.